В Северском районе прошло выездное заседание Комитета Совета молодых депутатов Краснодарского края по финансово-бюджетной, налоговой, экономической политике, предпринимательству и финансовым рынкам. Главная тема встречи – реализация государственных программ и развитие предпринимательства на территории Центральной экономической зоны Кубани. Северский район принимает участие в 10 госпрограммах края с общим объемом финансирования более 720 миллионов рублей и стабильно показывает высокие объемы промышленного производства. В 2022 году объем промышленного производства Северского района составил 227 миллиардов рублей, что превышает город Краснодар, Новороссийск, Абинский и Славянский районы. Значительный рост у нас отмечен по производству кокса и нефтепродуктов, потому что на территории Северского района расположены два нефтеперерабатывающих завода. Особое внимание у нас уделяется поддержке субъектов хозяйственной деятельности. Благодаря фонду развития промышленности Краснодарского края семь промышленных предприятий в прошлом году получили финансовую поддержку больше, чем на 265 миллионов рублей. О реализации госпрограмм и развитии предпринимательства на Кубани рассказал первый заместитель председателя комитета Сергей Титов. Бюджет у нас социально направленный. Если рассматривать исполнение бюджета и государственных программ по 2022 году, могу сказать, что на 26 государственных программ, действующих на территории края, в 2022 году было предусмотрено порядка 394,6 миллиарда рублей. Программы оказались выполнены на 97%. Неосвоенными остались более 11 миллиардов рублей. Эта сумма, хоть и меньше показателей предыдущих лет, все равно очень внушительна и требует серьезной работы. Очень хотелось бы, чтобы все проекты, которые сегодня в стадии реализации, они были реализованы, но у нас не получилось возврата в бюджет. Потому что за каждые копейки это какой-то непостроенный обед, не оказанная социальная услуга и так далее. Поэтому в этой работе прошу также вас подключиться на своих территориях. Комитет подвел итоги работы за прошлый год и первый квартал нынешнего. Ее единогласно признали удовлетворительной. Во время встречи молодые депутаты обменялись полезным опытом, который поможет более эффективно выполнять свои задачи на местах.